Теперь цель второй части это доказать, что у нас политориата нет. Еще раз напомню, зарплата в совокупный доход. Советский человек делился на зарплату фонд общественного употребления. Фонд общественного употребления в части той, которые включались в дотации отраслям городской инфраструктуры, водопровод, канализация, сети теплоснабжения, генерации тепла и горячего водоснабжения. Они являются отраслями с длительным циклом воспроизводства капитала. И, как верно заметил, к сожалению, нет. Как Александр Дмитриевич заметил, самое-то главное, что либерализовали только розничные цены. Значит, что произошло? Либерализовали розничные цены, они пошли вверх, но одновременно прекратили финансирование дотаций, просто убрали их и все. И не либерализовали цены образования в отраслях городской инфраструктуры и вообще всей инфраструктуры. Таким образом, у нас осталось только, у постсоветского человека осталась только зарплата. Фонды общественного потребления ушли начисто, прекратились дотации в отрасли городских инфраструктур, канализация водопровод, теплоснабжение и горячее водоснабжение. Но, в силу того, что зарплата была маленькой, а цены ее либерализованные, розничные, сделали наши доходы вообще ничтожными. И в отсутствии, значит, как фондов общественного потребления, которые шли на возмещение износа отраслей городской инфраструктуры, так и отказ реформаторов либерализовать их, создали расходящиеся ножницы. То есть мы оплачивали, по сути, начиная с 1991 года, только текущие эксплуатационные расходы и топливо. Да и то очень плохо. Потому что там в начале 90-х все нужны были Газпрому. Ну и Газпром через свои там векселя, ему принадлежала практически вся российская экономика. Ну вот. А вот про эти вот самые отрасли городской инфраструктуры, там как платили, по-моему, процента 3-5 от зарплаты. Это было где-то, наверное, до самого конца 90-х. Ну вот лишь недавно там они сделали до 12% подняли. То есть, понимаете, да, к чему я кладем? Вот эта та часть, которая шла на возмещение износа отраслей городской инфраструктуры, составляет очень весомую часть. И если посмотреть на структуру... То есть, в чем это выражалось, вот здесь легче всего проследить, уже 2000-е. То есть, грубо говоря, если бы мы взяли на себя, или на нас переложили бы затраты на износ, на возмещение износа, то однокомнатная квартира обходилась бы каждому человеку, ну, или и каждой семье, ну, долларов 300 в месяц, в содержание, да. В реальности там, ну, сейчас это около 100. Ну вот, я плачу 2500. Вот, стериль. Таким, значит, там 300 долларов, ну, давайте, пусть это будет 9000 рублей. Ну вот, я плачу 2500. Ну, здесь я как подопытный кролик. Ну вот, 2500. Что есть разница? Это 6500 каждый месяц. Субъективно нами воспринимаемый. Это выпадающий расход. Выпадающий расход – это тот же самый доход. За год 6500 составляет, сколько? 72 и плюс 6, да? 78 тысяч. О, вот. 78 тысяч в год в виде той же самой амортизационной ренты, которая идет только из объектов городской инфраструктуры, получает советская, не советская, а российская семья, проживающая в однокомнатной квартире. Я считаю сейчас по минимуму. Умножаем на 10 путинских лет. 780 лет Путин. Ну, давайте на 10 умножим, так легче. Получается 780 тысяч рублей. Очень много. Это, да, это бюджетная иномарка. То есть, откуда... Эл квартира. И это... Да, на что куплены пробки, в которых все страдают. Да? Ну и повод попунтоваться. На износ. Это тот же самый алхимический процесс. Превращение энтропии в доход. Но к нашему несчастью он необратим. Если процесс ржавления инфраструктуры можно превратить в автомобили, поездки в Египет, плазменные панели и повышение чувства собственной значимости, да, то, ну, предложите обратный процесс. Возможно для его. Таким образом, значит... И теперь опять, ну, к Марксу вернемся. Вернее, не к Марксу, к Эргельству. У него, по-моему, второй вопрос. В брошюре, что такое коммунизм? Его спрашивали, что такое пролетариат? Ну, он просто отвечает, значит, пролетариат. Это, вернее, пролетариату можно... Принципы... Признаком отнесения к пролетариату служит единственность на доходы. Это... Это продажа собственной рабочей силы. Да. Поскольку мы являемся получателями... Ну, наемные работники, грубо говоря. Мы являемся получателями природной... Амортизационной ренты, к пролетариату мы отнесены быть не можем. Роти. А? Роти. Придумайте название. Вот. Ну, а название очень простое. Значит, буржуазия, в кавычках, да, у нас... Проветариат такой же. Тоже в кавычках. Значит, а в целом все это, резюмируя, называется мародеры. Вот. И социальная структура. Мы едины, то есть все. Называйте вы ворами, там, establishment, да, крупный бизнес, мелкий бизнес. Мы все являемся мародерами. Социальная структура, которая состоит... Которая, вернее, не имеет... Она не... Это социальная структура, не имеющая структура, состоящая из одного элемента, из мародеров. Крайне устойчива. Устойчива. Конечно. Но пока есть на чем можно мародерствовать. Совершенно верно. Пока есть на чем мародерствовать, она устойчива. Обращаются там либералы к буржуазии. Давайте мы будем выражать ваш интерес. А у него нету классового интереса. Он не класс. Обращаются левые к пролетариату. А давайте все отнимем и поделим. Ну да, это уже реализовано. Вот. Кстати, интересно сегодня каковы итоги. Там, в новостях, да? Активности... Что там... Ты еще три, наверное, я же говорил. Я вот почитал короткое описание. Довольно, я так понимаю, довольно уныло было событие. Они все унылое событие. Все было. Где в самых общих выражениях... 6 мая был очень весом. Все согласились с тем, что надо переделить. Да. Мы теперь... В тот раз поделили неправильно, а сейчас надо поделить правильно. Да. Вот и вся... А как это определить? Правильно, неправильно? Это субъекция... Это конвенционально. Как делить-то будем? Субъекция. Если я делить буду, это один расклад. Если вы, то совершенно другой. Нет, согласие есть продукт непротивления сторон. Но мы-то все согласны. Мы все довольны. Мы всем братья. То есть реализован впервые в истории социум братский. Я еще один момент хочу добавить. Я недавно архипелаг ГУЛАГ прочитал с Луженицы. Можно по-разному относиться к его там этим цифрам. Их я выкидываю, я оставляю вообще смысл архипелаг ГУЛАГ как социальное явление. И вот там люди, которые там служили в охране, там как инженеры, там рабочие, вот все это вместе. Вот это вот они все воровали друг у друга. И вот это моральные принципы, вот все они сейчас здесь в наших больших городах. Ахипелаг ГУЛАГ, ну как это называется, отношения между людьми, которые сложились в Оргипелаге, они переехали в наши города. Нет, я не согласен. Все глубже намного. Реализация отношений в ГУЛАГе и реализация отношений в городах, они намного глубже, они там где-то далеко в русской истории. Вот и все. То есть не одно следует из другого, а и то, и другое является следствием чего-то более глубокого, что можно обсуждать. Вот вы делаете доклад сейчас, да? И он потому интересен, что ну мы допустим может быть где-то это все предчувствовали, но не знали. Но большинство людей тем более не понимают ситуацию таким образом, да? То есть они не сознают Я не думаю, я думаю, там не запрет. Вот просто сидит и все. Все понимают, но лучше не говорят. Все-таки понимают. Вот у Агина это Не, ты умеешь первый, а я потом. Я буду сидеть, молчать, я все понимаю, но я сделаю так, что первым погибнет мой сосед. Ну понимание не в смысле теоретического понимания. Нет, что было бы понимание? Пониманием было бы сегодня миллион под флагом все отнять и поделить. Понимание того, что все хорошо, все нормально. иными словами, если, допустим, вот все это будет высказано явным образом и ну это ни на что не повлияет абсолютно. Ни на что не повлияет. Вообще никак. это можно вот маленькое как бы замечание, мне кажется, что оно может быть началом возражения. А дело в том, что на самом деле люди испокон века вкладывают цивилизацию в свою жизнь и то, что они вырабатывают в течение жизни. Разве мы не потребляем все, что люди, которые сейчас умерли, вложили когда-то? Они построили условно говоря какие-то дороги, они там создали какую-то инфраструктуру, и мы постоянно как бы потребляем их труд. Ну это везде, во всех странах. Во всех странах. Да, но только вопрос, что от того, что мы получили от предыдущих поколений, мы хоть что-то оставляем до будущего. Здесь мы ничего не оставляем сейчас. Мы не просто оставляем что-то, мы должны приумножать. Почему должны? Это производится последние 700-800 лет. Почему это должны? Человече существует там 50 тысяч лет. Должны в рамках производства. Если есть какие-то темы поддерживают производства, то это производится. Суть-то в чем состоит? В рамках парадигмы. Вы не можете себе ничего иного представить просто. Вот так вот, вот модерн. Я, господин, сразу же предупреждаю, что Жене еще есть что сказать гораздо более интересно. Пойду и дальше. Не надо здесь считать очень. Все понятно. Просто в том, что мы потребляем продукт предыдущих поколений, и может быть даже потребляем без возмещения, в этом нет ничего удивительного. Это на самом деле нормальное существование биологического социума. Любого даже. даже просто животные на самом деле точно так же что-то потребляют и ничего не возмещают обратно. Но, подождите, я просто хочу добавить, но это возможно на самом деле это и циклический процесс. Сейчас мы потребляем без возмещения в силу некоторой слабости нашего собственного. Но потом постепенно мы начнем и возмещать. Возможно, нам нужно для того, чтобы прыгнуть, разбежаться, немного ступить. Это структура и система. Если в этой структуре плавного перехода в другую форму, я думаю, что невозможно. И плавного перехода и не будет, потому что тут приятно с физикой и математикой дело иметь. если там физики и математики согласны, что такая социальная структура крайне устойчива, это первое. А второе, она не крайне устойчива, потому что начнется трубы, начнется опять. Она устойчива к другому. Теперь давайте решим предельную задачу. Вот и все. То есть, грубо говоря, выражается оно как? Еще очередной лозунг «Все отнять и поделись», который, как думал Эдуард Лимонов, он нашел для того, чтобы кинуть его в массы. Получить отклик. И получить отклик, да. Он оказался пустышкой по простой причине, что к тому моменту, когда появится жизненно заинтересованный слой людей, готовых на активные действия, отнимать будет нечего. Понимаете? то есть, все будет полностью употреблено. Но здесь тоже не так все плохо, плохо, потому что, вот я, вот график такой, это причина нашей, для тех, кто рационально мыслит, по крайней мере. Я-то не такой. Вот. Причина для оптимизма. На зависимость цикла, зависимость длительности цикла воспроизводства капитала, вернее, доли, доли отраслей с циклом, значит, коротким, средним и длинным. Вот какова это, вот, прямая, такая она, такая, да, или вот такая. То есть, вот здесь, вот, грубо говоря, здесь время, Т, ну, время полного цикла, да, а здесь вот, его доля в целом, ну, то есть, вот здесь вот, интеграл, вот этой вот, вот если эту мы возьмем, в равен единице. то есть, все, весь капитал. Ну, выйдут из, будут выведены аварийные из эксплуатации, сейчас, ну, 90-е, начало 2000-х, выводились в эксплуатации отрасли с коротким и средним циклом воспроизводства капитала. Ну, вот, сейчас будут, произойдет, вернее, преображение нашего социума, обретение им субъектности, к моменту, когда будут, ну, вот он, условно, момент, то есть, вот это мы все спалили, но вот это еще останется. То есть, это вот надежда для рациональной мышечки людей. То есть, не все так плохо. То есть, если генератор оторвало, то створоплотина будет стоять. Вот так вот. Ну, что-то останется, да. Что-то останется, не все так плохо. Уже челный, зеленый и красный. Да. А тут, собственно, больше рисовать-то уже и нечего. Так, в Москве вышло 600 человек, 20 арестов. Ну, вот. То есть, это прекрасный лозунг пролетарский. Да. Получается, все отметы поделить, ну, в общем, не работает. Ну, кстати, и это, губочка плохо работает. Теперь для нерационального или иррационального мыслящих, или допугающих какую-то иррациональность, значит, все описанное можно, и сейчас тут миграция как раз выглядит, значит, все описанное можно очень осторожно, я что и предлагаю на обсуждение, признать, поплачивать. Ну, то есть, что мы делаем? мы уничтожаем... Женя, ты людям объяснишь, что я поплачу? Ты так, это, говоришь, как будто эти слова вообще не... Мы знаем, но... У нас даже семинар будет специально так называться. Тысяча, пока не менее, слушателей должны делать. Ну, поплачь, но тоже на всем привычный капитализм, и там, Карл Маркс это некоторым привычный, он описывал экономику неэквивалентного обмена. Ну, социализм, предполагался как экономикой эквивалентного обмена. А вот антропологи французские и американские начала века 20-го, и осмыслявшие их данные философы, в частности, Жора Баттайи. Это назвали экономикой дара. Ну, и формы реализации активностей в экономике дара, они до сих пор у нас значит, это отрицание полезности. Вот табако-алкоголь, как ни странно, это вот остатки потлача. Вот то, что у нас сидело, как с момента обретения человечного в нас, ну, там, речь, табу, запреты и прочее, оно еще остается в нас. Ну, а в русских, если это верно, это осталось в полной мере. То есть, мы народ принципиально немодернизируемый, так и сохранили все это давно ушедшее для европейцев, вот, и это тоже на рациональном уровне, и это тоже, наверное, несложно будет доказать, вернее, или несложно будет вам поверить мне. Значит, европейский, западноевропейский социум за время своего существования, там, парадигит модерна и капитализма осуществил, уже десятки полных циклов воспроизводства капитала. И, мало того, он еще включил эти циклы воспроизводства капитала войны и успешно их преодолевал. Ну, то есть, разрывы, там, особо-то, если он и был, то он был незначительный и недолгий. Ну, там, если там сейчас же многие ездят, там, посмотрите, там, города Флоренция, Милан, то есть, там, без коня, были без конца накопления и накопления накопления. В России было всего лишь два полных цикла накопления капитала. Ну, первый был последствиями реформы крестьянской Александра II и завершился он в 17-м году чем? уничтожением уничтожением То есть, это можно тоже признать потлачем. Вот, второй цикл воспроизводства капитала у нас начался в 1929-м году. Но, он был премьерной войной. Дальше можно уже признать, значит, это был фальшивый, ну, фальштарк, да? То есть, второй полный у нас начался, по всей видимости, ну, там, года с 52-го, 53-го, то есть, когда была восстановлена там, предвоенная экономика, более-менее, вот, начался второй полный цикл воспроизводства капитала, действительно полный, который в 85-м году, ну, 89-м, 90-м, но, началось это всего в 85-м, завершился перестройкой. То есть, вот, русские странные люди такие, два раза пытались накопить, совершить полный круг оборота капитала, и оба раза это прекращалось, значит, в первом оба раза это прекращалось. Ну, вот, в первом случае революцией гражданской войной, во втором случае перестройкой. Ну, и, судя, вот, я это хорошо временно помню, там, Сергей Кугинян утверждает, что советский народ этого не хотел, но я в 88-м году выпустил ССПТУ и попал на практику в цех обработки чугунных корпусов редукторов. но там иначе свою жизнь чем адом рабочий не называли. Делегата 19-й партконференции из рабочих, кстати, он очень хорошо работал, красиво на него было смотреть, его всячески третировали, вот, и очень приветствовали перестройку. То есть, это не Михаил Горбачев и переродившаяся верхушка, ну, вернее, они были тем, что явно, тем, что видно. Но, опять же, здесь это важно, политика есть в любом обществе, там, в Европе она реализуется в чем, в выборах, но у нас политика реализовалась в согласии. Горбачев предложил, мы согласились, все. Ну, вот, то есть, текст какой? Мы сознательно субъектом принятия решений запустить перестройку был вот весь русский народ. А источником этого решения было что-то очень-очень глубокое, что настолько сильно бомбардировало наше сознание, да, что заставило ну, с равнодушием, в принципе, взирать на ну, тот самый вот метальный запрет. В принципе, зависимости очень простые, посчитать легко. Ну, для всех очевидно, правильно? Ну, вот, но никто этим не задается, даже этой целью. Если вы посмотрите, наберете, вот, ремонтационная рента или потребление износа, в кавычках, в гугле, такое понятие даже не введено в научный оборот, если экономику можно наукой назвать. То есть, это не замечает вообще никто или замечает единицы. ну, ну, и теперь вернемся к потлачу, там, функции потлачу очень агрессивен, это не просто так взяли и подарили. Ну, потлач предполагает, во-первых, церемонию, ритуал, значит, что он еще, значит, потлач осуществляется на территории племени, которая его осуществляется, с приглашением массы гостей, коими являются наши соседние племена. Соседние племена, да. То есть, если в Англии, в Америке или еще где-то это у них миграция, то у нас нет, у нас это гости. Укализируйте с нами, да? Нет, мы их пригласили, приходите. И что характерно, и потлач это особый режим существования этноса, ну, или племени. это в этом режиме реализуется потребность все уничтожить. Вот все уничтожить. А что уничтожить? А что это? Ну, это вещь. Вещь, да? Там вот как до этого говорили, слово, оно было сакральным, то есть, называя кого-то, вы передавали ей силу. Точно так же в потлаче рассматривается и вещь. Вот даже это до сих пор и тоже это у нас есть там, приметы, там, вот если крестик лежит, не поднимай его. Да, это вещь. Ну, это вещь чужая, вещь сакральная. Ты ее взял, ты принял чужой крест. Ну, вот. И точно так же любая вещь, отданная, ну, с точки зрения архаичного сознания, не, 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 поможете? То есть, она не только власть. А давай вещь, приобретаешь власть, да. Что такое поплачь, это, по-другому еще, это заявка права на господство. Вот. Проведение ритуала поплачья предполагает или отдаривание, причем отдаривание существенно превосходящее. С повышением ставки, да? Да, с повышением ставки. Вот. И отказ от отдаривания предполагает порабощение. Ну, вот. И поскольку мы весь мир наделили предметом русского поплачья неистового, а главное, там еще неистовость, отсутствие расчетливости. Вот. И что еще тут? Если, значит, русские, пребывая в особом состоянии, оказались все поголовно, а состояние предполагает все снять и раздать, вот, оказались тотально неспособны к ведению бизнеса. Те немногие, кто в 90-е годы случайно получил денег, их уже или проиграл, или пропил, или спустил на девиц. Ну вот. А преобладающим... Нет, у меня просто замечания-то есть тут... Ну, масса замечаний, понятно. Я просто хочу верить в хорошем. Для того, чтобы что-то амортизационно потратить, надо сначала это, чтобы это что-то как-то накопить, как-то, логика тут нам другими связывалась. Почему? Как там успели накопить? Советское время. Советский Союз. Что это имущество сделало с нами? Вот вы говорите про русских, потом обобщаете. То есть, на самом деле, мы жили, сколько уже, тысячи лет живем, как-то все-то на этом месте у нас все нормально. Еще, получается, мы давно уже все, все, что только есть у нас, давно уже в кабаках и везде там потратили. Но мы почему-то существуем? Почему? У нас только два цикла по... А до этого как мы жили? А не было. Вы же говорите, в русской душе же потлачь, а до этого как мы жили? Да, осуществляли потлачь. Всегда осуществляли. А где у нас... Строили церкви, жертвовали на них, причем жили в избах. Какой вообще капитал в христианской семье? Вот какой? Самовар. А? Самовар, как сказать, почему-то какая-то. Ну, самовар, да. Не давали целые сундуки там, ну, сундуками мерили. Да сколько у вас сундуков там, чего-нибудь. Не, ну, это где-то в Поволжье. А все-таки... Женщину замуж отдавались? Не, отдавали там... Не, я-то полагаю, что это на средней русской возвышенности, где все однородные были. Дело не в этом. Просто я не согласен с тем, что в русской душе есть какое-то специальное там... Такое... Нет, ну как? Разгильдяйство и... Это не разгильдяйство, это умысел. Методельский умысел. Преступный умысел, да. Извините, если продолжить возражение Булата, получается, что вы, так сказать, вообще-то, ну, как русские считаете, за нелюдей. Какое-то радость-то. Наоборот. Мы люди чести. Мы люди чести. Восемь минут. Садись, садись. Раз восемь минут. Все очень хорошо. Проверь. Да мы закончим все. Это похоже на то, что давай, это... Расстреливай. Похоже на это. Проверь. А, ну, я возражу тогда Булату. Я где-то, наверное, минут сорок назад пояснял, что захотела переродиться и переродилась все верхушки стран советского блока. И все мы им удалось поставить... Вернее, во-первых, они поставили цель реставрацию капитализма. И она у нас и в России тоже была поставлена. Ну вот. Ну а лишь русским это не удалось. То есть это вот в ответ на ваше возражение, что мы русские какие-то... Да, особенные. Почему? У эстонцев, там у латышей вполне себе там, я полагаю, капитализмом. Ну, коммунизм мы строили, значит, могли что-то накапливать. Что? А до этого вот это... Ну, могли что-то накапливать. Коммунизм мы строили. Накапливали? Значит, умеем накапливать? Значит, это не душа, это просто текущий момент, цикл... Душа, нет! Душа против... Душа против тотальной полезности. Что такое потлач? И что такое дар? Это противоположность в пользе. В СССР человек... Знаете, как определять сумасшедший человек? А? То есть совершать действия без пользы? Без пользы? Ну, это и не сумасшедший по определению. Не, ну, а что такое психиатрия? Это порождение модерна. Модерн сейчас заканчивается. Ну, давай дослушаем доклад. Ну, и будет, и будет, и будет... Да это даже не доклад. У меня и планк никакого нет. Это предложение на дискуссию. То есть вы представляете, да? То есть, то самое главное, обрезение субъектности после уничтожения. Ну, вот. А дальше что? Если признать это потлачем, вот, то, что мы производим, то если это потлачь, то это заявка права на господство. Да, ну, здесь можно в комментарии, да? Потлачь, он мог выполнять свои функции, в том числе и как бы доставлять, собственно, господство тому, кто жертвует, там, или уничтожает, или дарит. Только, ну, по-моему, да? Только в связи с тем, что его смысл, как бы, был укоренен в культуре. И понятие. И оба, оба... И мало того. Нет. Он сам воспроизводился. Нет, ну, вот еще раз. Он возник, как кто-то привил человечка. Один дарит другому, да? Если тот субъект... Значит, это еще и, скорее всего, тут эволюцию можно притянуть за уши. И очень просто. То есть было много племен. И каждая осуществляла потлачь. Вполне возможно, заводилось какое-то, которое решало потлачь не проводить. Прекратить потлачь, не отвечать на потлачь, не приглашать гостей на потлачь. И накапливалось избыточный продукт. Но если мы видим начало накопления только там в 12-13 веке, ну, начало производительного накопления капитала, то предыдущие это 50 тысяч лет. Что делало этот ритуал с самовоспроизводящимся? Факт уничтожения племени, которая отказалась от потлачь. То ли, тут уже можно гадать, то ли их уничтожали соседи. Ну, не одарился, всех почикали. То ли другой вариант, который мне более приятен. Племя, верхушка которого решила присвоить неизбыточный продукт себе, внесла, ну как, не устоит дом, разделенный в себе. Друг друга поубивали, да и все. Ну, вот, ведь вы посмотрите, русские подарили, ну, я так считаю, что подарили, овощи базы Бирюлева. Ну, вот, взяли и отдали. Но мы зато за нее не убивали друг друга и не становились жертвами, да? Ну, русские русского. Зато там же про это Бирюлева говорили, что там трупами усеяно там азербайджанских, там дагестанских и прочих преступных группировок. То есть мы вам отдав... То есть в этом проявляется агрессивность вещи. Вы получите вещи, вы за нее передеретесь. Почему это и называется проклятая часть? Почему потлач так устойчив? Племя отдавшее приобретает, а не теряет. Вот, но это все было бы хорошо, если бы мы жили в доядерную эру, там, или до эру пороха. Ну, вот, сейчас мы остаемся, по сути, без штанов, на морозе. Ну, вот. И вот, вот, я-то полагаю, что все будет хорошо почему-то. Ну, потому что весь народ полагает внутренне. Ну, вот, ни на что не ведется. А в каких формах это будет реализовано? Ну, это вот вопрос кого? Философов, социологов. Нет, ну, то есть будет третье накопление, да? Очередное. Нет, ну, если мы два, если мы два это накопления, насильственно не в растратили, а насильственно прекратили. Вот одновременно ведь началась модернизация мы зимы в Японии, да? И реформа Александра Второго. Японская культура смогла переварить накопление. Ну, вот. Ну, здесь слишком мало экспериментов. Ну, давайте еще сделаем третий. Ну, русский уже плодился перестал. Можно же рассуждать так, что если накопление вообще является естественным законом, да, то если у нас каждый раз прекращается накопление, это не душа русского народа такова, а, возможно, кто-то нам мешает. Каждый раз не дает нам возможность, как бы, нормально жить. И каждый раз нас спускает вот как-то... Ну, возможно, в смысле... Ну, внешне... Вот это интересно, что здесь. Потому что у меня есть предположения. Почему право? Женя, расскажи, пожалуйста. Кто-то не хочет, чтобы на русское равнение мы жили, понимаете? Другом враги. Женя, расскажи про Курочку-Лябу. Нет, зачем про Курочку-Лябу? Вот вы, наверное, все смотрели. Ну, да, кстати, Курочку-Лябу интересно. Там, если полную версию почитать сказки. Там в интернете поискать. Ну, а чтобы сохранить интригу, вот кто-то интересуется, найдет. Там все кончается. Деревня вся сгорела. На золотую яичкость. Причем, кузнец кузнецу свою сам сжег. Да. Ну, и... Наверное, все в детстве помнят сказку Сутеева. Это мешок яблок. Значит, зайчиха погнала зайку за едой. Вот. Зайка поскакал, нашел яблоньку, набрал мешок яблок. И по дороге раздал всем, кому не лень. А еще и потерял, что важно. То есть уничтожил. А когда он пришел к себе в дом, оказалось, что там медведь принес мед, там белочки, орехи, ну вот, коза, капусту, ну и так далее. И, в общем, это... Там все присказка у этого зайца была, я убийца назвучивал. У меня это, четыре сыночка и лапочка-дочка. Наверное, вспомните, да? Это хорошая шкафа, вспомните. Влад, это как раз сказка об отложенном обмене. Почему? Это подлачь вообще. Это в чистом виде подлачь. Я ожидал отложенный обмен. Это трата? Нет, это удар. Не ударивание. Во-первых, отложенный обмен, как бы, с точки зрения определения, это и есть подлачь. В том смысле, что обмен... Нет, подлачь, конечно. Чем отличается подлачь от обмена? Обмен тоже, как бы, подразумевает выгоду. Но неодовременность подлачья и одновременность обмена это принципиальные вещи. То есть, обмен, он действительно всегда по единому моменту. Он всегда обратим. Вот это вот как бы его свойство. А подлачь, он необратим. Он вот так вот разнесен во время. Это существенно. Ну и мне бы хотелось бы тоже, просто из опыта, из нашей истории. И это очень обсуждается блогерами всякими, историками, вернее, блогерами, косящими под историков. Все обсуждают, феномен, на индустриализацию Сталинского СССР американскими рабочими и как будто бы на американские деньги и американскими технологиями. Тогда же к нам приехало 5 миллионов американцев. Работало. Инженеров. Рабочих. Ну, я немножко... Тогда поставлялись... Сомневаюсь в порядке. Ну, тем не менее. То есть, не было ли это отдариванием американского народа? И потом по последствиям, судим по последствиям, то есть мы, значит, в 17-23 году осуществили вселенский неистовый Муагу Патлач, одарили своими его плодами всем, кому не лень. Но лишь американцы решили отдариться. Ну вот, вот они отдарились. Значит, что мы в итоге получили от тех, кто не отдарился? Пол-Европы, ну вот, пол-Африки, ну, Азию часть и так далее. Ну, последствия... То есть, было... То есть, если... Причина ли это и следствие? Вот. Это вопрос дискуссионный. Ну вот. По всей видимости, если не каждый из нас, то наше поколение, а может и никто из нас не доживет до... Но кто-то из нашего поколения доживет до завершения Патлача и, возможно, начала отдаривания кого-то. Здесь интересно следует заметить, что при все, при том, что мы, как бы, все это разоряем... А получаем еще больше. А все живут хорошо, нормально. Нет, главное, не переживайте. Машины, телевизоры, все. То есть, еда полностью есть. Вот одно, другое дело, если мы вот там бедствовали, все... Но все живут хорошо, нормально. Нет, я считаю, что... В данном случае, что можно... если исключить экономические какие-то категории, а чисто вот на финалогию перейти, то получается, что мы здесь живем и потребляем то, что произведено там. В Китае, в Европе, в Малайзере. Мы все это здесь потребляем. Если исключить деньги и пересчеты всякие, вот просто посмотреть, куда товары идут, где потребляются, мы просто потребляем. Живем, ничего не позволяем. Это огромная величина. Источник это абортизационная ренка. Это уже механизм. Я говорю, феминология. Вот чисто... Источник, понимаете, не только этот. Источник, то, что вы называете, источник нефтедоллара. Нефтедоллары. Я вам предложение дальше вам оставлю. Сюда вы сказали, что использование советских производственных фондов, вот мы сейчас паразитируем на этой буржуазии и, так сказать, пролетариат, это все наше население люфменизирует. И следующий основной момент, то, что произошло в 2000-е годы, это, значит, колоссальный рост цен на углеводороды. Он десятикратный. Ну и что? Ну и что? А доходы бюджета от этого у нас увеличились в 6-8 раз. И вот мы живем за счет этих двух составляющих. Первое, рост доходов за углеводороды. И второе, то, о чем вы говорили. Вот это первое... Нет, ну я не считаю, что во-первых, за счет вот этого. Нет, нет. А все остальное во-вторых. Нет, нет. Вот когда... Вот это за счет этого первого мы жили в 90-е годы, когда не было колоссального роста цены на углеводороды. Вот это здесь ваша принципиальная ошибка. То есть согласитесь с то, что я вам сказал. И все. Я вам могу... Нет, я соглашусь подумать об этом. Я потом... Да, мы готовимся лучше. С цифрами пришел, сказал, сколько-то добавили. Нет, ну там есть ролик. Столько вы прожрали. Ну вот. Вот вы что считаете? Десятикратный рост цен на углеводороды. Потом я еще знаком с содержанием доклада Сергея Кургиняна. Значит, он его готовил в сентябре 12-го года, вернее, в сентябре огласил. Он там... Как раз он там заявил, что... Значит, Тверь находится на грани катастрофы, состояние систем коммуникации всех, говорит он, теплоснабжение, канализация, водоснабжение на грани аварийного выведения. Ну и... Сейчас... Тоже вот... Вы, наверное, не все из Питера. Ну а кто-то потребует Петербурга. Значит, в феврале 12-го года было принято постановление, не помню какое, о обязательности разработки каждого муниципального образования проекта схемы теплоснабжения. И там... Это очень толстые документы. Там вот по Екатеринбургу там, по-моему, около 3000 страниц. Там все описано. И где-то, прямо говоря, что если мы в течение пяти лет все не переложим, то всему кереду. Я почему о теплосетях говорю? Потому что это то, что делает... Аварийное выведение из эксплуатации чего сделает жизнь в городе невозможной в течение там 12-24 часов. Вот это самое травмирующее будет. Вот. И поэтому не только вот здесь присутствующих, но и зрителей, да, в Ютубе. Вы можете ознакомиться со состоянием теплосетей своих городов, набив просто в поисковике в кавычках вот такую поисковую фразу значит проект схемы теплоснабжения. Ну и так далее. Вот. И добавить сюда свой город. Вот. Вот у нас в городе, в Твере, ну поскольку Сергей Пугинян так напугал, я посмотрел, там не пишется, что все будет плохо. Хотя некоторые города пишут. Вот просто для интереса я смотрел, то ли Миас, то ли Курган. Вот. А у нас этого не пишут, у нас как будто все хорошо. Но там предлагается план на, значит, за 2014-й 2018-й год перекладывать по 120 км теплосетей. В советское время максимум был достигнут 26 км. То есть сам факт признания, что за такой короткий срок надо переложить. А у нас всего вот, ну это 5 лет, по 120 км от 600 км. То есть фактически они вот указанием такой цифры подтверждают выводы. Переложить надо все. выводы, да, вывод, вывод вот эксперт группы Сергея Кургиняна вот, о том, что состояние систем теплоснабжения Твери в предкатастрофическом состоянии. Ну и кроме того, у нас монополист такой энергетический ТВК-2 18 декабря подтвердил вывод. Генеральный директор его заявил о том, что состояние повторил в точности, значит, состояние теплосетей города Твери хуже, чем в любом городе России. Хуже нет нигде. И ТВК-2 заявил о своем уходе из Твери и дарит, ну, по сути, разоренные системы как генерации, так и передачи тепла. Отдают нам, причем, впервые этого нигде еще не было. Отдают нам все ТЭЦ и все магистралии. Не нам, а городу. То есть это признак того, что у нас Твери близко к завершению. Ну и интересно, ну, что-то интересного вообще-то, но полезное. Вот имея доступ к открытым проектам схем теплоснабжения, каждый может ознакомиться состоянием теплосетей своего города. Понять, куда ему ехать, да? Какой город спасаться? Какой город спасаться? Или решение в Москву? На Курске Возу? Ну, вообще не по месяцу, надо еще метро. где тепло. По-моему, насчет Москвы многие уже давно приняли решение. Вот и едут, едут, едут. Пока не было следовало. Ну, по-моему, мировый город растворится, даже не зависит. Ну, ну, пожалуй, все. И вот мы с Игорем беседовали, там вот родилось некоторое предположение, может быть, более компетентные люди продолжат это. Вернее, выведут из этого логические, ну, может быть, если не безупречно, то хотя бы чем-то оправданная модель. Вопрос такой, а вот, допустим, гемографический кризис, по которому это тоже как бы своего рода протест против роста какого-то. Конечно. Это же очевидно. То есть, я так как думаю, значит, причиной, вернее, как, одной из целей второго полного цикла воспроизводства капитала, который происходил там, с конца сороговых, начала 50-х, до 85-го года, было расселение людей из казарм, бараков и где там, из коммуналах по индивидуальным квартирам. То есть, русские, будучи там, ну, как предполагается, да, или, как хочется думать, общинниками особыми, обрели вот в своих квартирах одиночество и тоска по первозданной общности, которая, собственно, и рождала подврачь раньше. Обуяла их. Обуяла нас, да, и заставила, и заставила согласиться, а может быть, и даже выдвинуть Михаила Горбачева нашим лидером. и здесь подспудно-то еще и попытка у меня вернуть доброе имя Михаила Сергеевича Горбачева. На самом деле, понимаете, методологически, когда мы видим что-то непонятное, да, и странное, там, можно двумя способами объяснить. Можно считать, что это само явление такое, как вы говорите, русский народ пристрастие потлачет, он хочет, что-то не стало что-то там растратить. Это один способ, А второй способ, что на самом деле есть какие-то еще факторы, которые не учтены, которые заставляют... Ну вот, я понял, да, я сам себе задолговал этот вопрос, так вот, если это не потлач, то нам конец. Вот и все. Я не хочу думать, что нам конец. Просто нас кто-то уничтожает, не хотят, чтобы на русской равнии жили люди. Вот и все. И делают все так, на самом деле, сделаны все так, чтобы мы последние растратили, да, вот и не по-моему, и все. Вот здесь тоже моя душа протестует. Чему? Вот сейчас очень увлекаются все этими элитами. Все объяснять элитами. Там курсов, кургениан, да все подряд. Элиты, это хорошо. Стариков, что это хорошо, это хорошая элита, это здорово. Но что это делает с нами? Если нам это навязывается, а мы это признаем, то мы одновременно признаем свою бессубъектность и отсутствие у нас чего-нибудь человеческого. Вот и все. Ну, не исключено, что это вообще такие, таковое представление о том, что субъектом истории является элита, но это вот, вот это, вот это манипуляция. И здесь то же самое было. То есть, если мы, русские, являемся объектом манипуляции и даже не можем определить кого, то нам тоже конец. И поскольку я-то русский, и русских, в отличие от многих там, либералов, и вынуждена, и просто по душе своей уважаю, то единственное, что остается, это признать, вернее, что мы хотели сами. Что мы хотели. Нет, в любом случае, если это не подвозь, то конец. Вот просто конец. Надеюсь, и причитай. Второе изражение. Шанский, в общем, да? Это не просто оправдание. Понимаете, вы оказались в катастрофе. И вы говорите, это не потому, что кто-то там меня побил, и так обстоятельства с вами захотели. потому что мы сами захотели. Но это же оправдание ребенка. Я говорю о субъектности, о суверенности. Если это потлач, причем потлач, опять же, Батай, во-первых, он сам путанно пишет, это первое. Второе, перевод крайне плохой. Но у него вот есть проклятая часть, стоит почитать, у него еще о суверенности. В потлаче реализуется предельная суверенность. Но вообще в жертвоприношении предельная суверенность потлачет. Ну, если это как, ну, не конкретному человеку, не конкретному царю. То есть мы сейчас, мы суверенные. Мы не являемся, значит, во-первых, объектом манипуляции, это раз. И второе, мы не являемся дураками. Ну, что очевидно, русские создали, существует четыре инженерных школы. Английская, американская, французская и русская. Мы это создали. То есть не дураки. Вот. Мне самому и важно, и ценно другое, вернее, как это, возражение услышать. Ну, вот, это будет ценно. Но, по крайней мере, это уж больно все хорошо объясняет. И в том числе 300 человек сегодня, да, у Лимонова, вам лозунгом отнять и поделить. Ну, вот. Ну, понимаете, это похоже на отчаяние, на самом деле. Когда отчаянский человек схватается за соломинку и считает, что это тот самый. Ну, все другие варианты, это конец. А теперь будем ждать, что кто-то нам отдавится. Да, Америка или кто-то. Не, ну, почему ждать? С чего ждать, Булат? Я же говорю, это, что такое потлачь? Это заявка права на господство. Это не ждать. Это требовать. Это позволить, позволить себе, позволить себе требовать. Как мы будем требовать? То, а я тут знаю. Вот это, я не говорю, это самый главный вопрос. То есть, мы сейчас заявим всему миру. Вообще-то, мы, на самом деле, специально все спускали, как бы, мы просто играли в... Не, ну, как? Не, ну, здесь есть самые простые варианты. Ленин, как? Вот. Молодая Республика Труда. Вот она возникла. Вот ничего нету. И там, где была не Кенуэнская конференция, а какая еще? Ну, как-то ничего нету. Ну, что вы, Республика Труда возникла? Лакарно? Нет, Лакарно. Российская империя была. Ну, как вы говорите, ничего не было. Ну, это ничего не было. Я говорю, после гражданской войны Галатранция. Как страна-то была, а что пока ничего не было? Ну, так и говорили. На Западе, там, в Югославии, в Чехии, во Франции три миллиона было как это... предельно ненавидящих СССР, ну, тогда РСФСР, противников русских, когда... Ну, вот, и, кстати, опять же, вот почему я считаю, что это был потвачь, революция 17-го года, вы заметьте, у нас началась модернизация с Петра. Что Петр сделал? Он родил элиту русаковскую, ну, вот, то есть, ко временам там, Пушкина, они уже все говорили на другом языке, чем их народ, вернее, чем народ, из которого они сами вышли. То есть, у нас создалась ситуация двух народов. Собственно, русский народ и его аристократия. Ну, вот, что делает потвачь? Он препятствует разделению племени. Ну, вот, что сделала революция? Вырезала чуждые, ставшие чуждыми за 200 лет, ну, элиты, или по-другому аристократию и буржуазию. Их не стало вообще никого. Они или погибли, или были изгнаны. Ну, это тоже жертвопоношение, ваше слово. А казаки? А последствия какие? Казаков вы сюда не относите, то, что произошло в революцию, гражданскую войну? Казаки. Ну, я вам это не значительно. Я вообще не угодно. Давайте, как бы, на частности не будем. Ну, это некорректно просто. Александр, не, ну, это некорректно. Что произошло? Преодолево. Это некорректно. Более пяти миллионов казаков. Хорошо. А вы говорите, это не... Я скорблёр. А сколько это процент? Я скорблёр. Я о чём самое главное? Это значительно больше, чем помещиков. Нам остаётся, знаете, что сделать? Землю сзорвать. Мы просто историю перейдём. Подлач, так сказать, все. Да. И потом ждать от марсиан, там, не знаю. Нет, это очень важно. Вот смотрите, вот начался Пётр. Вот началось появление двух, разделение на два народа. Вот в семнадцатом году это разделение было преодолено. Ну, что тут такого? Это племя, потлачь и обрёдшее единство. Сейчас же тоже, смотрите, говорят, что вот интеллигенция, она не с нами. Опять, наверное, враги. А потом, в Москве все пандхаусы как будто выстроено, продолжено, никто не покупает. Рублёвка пустая. У нас Тверская область, где там, Валдай, Селигер и Волга, где частные берега делают люди. Они там строили родовые поместья, никого сейчас нет. То есть, они устраивались навсегда, но сейчас они уже не связывают. Они все это выстроены на продажу, но никто не покупал. Ну, не все, но много очень. И уже не связывают себя, то есть, вот та самая чуждая. Слушай, вас можно понять, что вы хотите отлачивать, сделать от национальной идеи. Наша национальная идея русская это поотлачь. Это в свой время. а это в чужом. Строили монастыри, действительно, действительно много. Храмы строили. Если так подумать, Руссия одна была одной. Один огромный монастырь, да? Сейчас, как бы мы это построили советское государство, теперь сейчас его потребим. Дальше, что бы он делать, непонятно, но в любом случае... Не, ну а что было? Что было? Мы какие-то архаические древние люди, которые как бы умеют просто это вот разгулять? Не, не так. Не так. Значит, модерн, модерн явление средне... западноевропейское, вот, из себя и сторону чего смогли архаичные, традиционные, ретносы, проживавшие в Западной Европе, стали они благодаря этому властителями мира, создателями дискурсов, правильно ведь? Создателями парадигмы, и, кстати, у них началось что-то с чего с тридцатилетней войны, да, что это как непоплачь, то есть, ну, проявление предельной суверенности, которая... как реализация предельной суверенности, которая потом позволила предложить миру господствовать, вернее, предложить себя миру в качестве господ. Вот так вот. Ну вот, и что, собственно, то есть, у них-то капитализм модерн возникли из таких же архаичных этносов и традиционных. Это ваши иррациональные веры, что все-таки... Почему? Не, ну как, европейцы были архаичны, это очевидные вещи. Все этносы осуществляли потлачь, все до одного. То есть, будем ждать апокалипсиса, да, Христос... Да зачем мы апокалипсисе ждали? Да вот сейчас, я думаю, сейчас только обсуждать. Я говорю, православные так и ждут, что они сейчас, Христос просто от неба до земли придет и от края земли до края земли и все решит. Да вообще все, конечно. А, конечно, да. И все решит, правильно? Я жду, вы, Игорь, вы лучше продолжите ее. Понимаешь, как-то ждете? Просто, во-первых, время не хватит. Не рационально проблемы решать, а проблему решать верой в какой-то пакет. Хорошо, вы это продолжите лучше. Проблема есть, это надо признать. Проблема есть. Проблема всегда циклическая. Сейчас мы находимся в стадии амортизационных вот этих вот, амортизационных ленты. Возможно, у нас будет некого рода кризис, и мы начнем из него как-то уходить и опять наращивать это. Новая модернизация, новая... Не, ну, ну... Женя предлагает мне уже рациональную интерпретацию этого дать. Не так и рационально, а за этим скрывается определенная... А так иначе это, как я говорю, похоже. Одни верят идустут за креста, а другие верят в некую... Не, а что такое будущее? Проецируй себя на будущее. Мы же что там находим? Надежду, там, да, славу, или себя там не видим, например, мы умерли, да? Ну, вот. Я-то предлагаю это просто обсудить, пока мы еще не с головы задом и под елками. Ну, давайте все обсудим. Пока есть возможность все это обсудить. Вот и все. Да, давайте.